Задача тематологического комитета выявлять, прекращать и предупреждать нарушения. Так вот, предупреждать нарушения можно только применяя так называемые международные методы адвокатирования конкуренции. То есть мы должны добиться того, чтобы должностные лица предприятий, организации, учреждения в отделе практики рассмотрения отдела законодательства о защите экономической конкуренции. То есть в таком случае они будут знать, как не допускать типовые нарушения, будут меньше нарушаться права других субъектов, хозяйственных граждан. То есть каким образом можно достигнуть выступления в СМИ, участия в передачах, проведение пресс-конференции, рассказывать о практике рассмотрения отдела, проводить дни конкуренции, доносить информацию до граждан-субъекта хозяйственных по району, по городам областного подчинения. Мы пошли дальше, мы издали газету дни конкуренции в Одесской области, где доступным языком мы изложили 4 категории дел, которые мы рассматриваем. Появили типовые нарушения и издали газеты в печатном и в электронном виде. То есть печатный вариант мы стремимся распространить среди себе как в хозяйствовании, но, сами понимаете, сил не хватит. Но мы издали электронный вариант, который можно скачать в интернете, видя слова газета дни конкуренции в Одесской области. И изучить этот материал, то есть он аналогичный тому варианту печатного, который есть. Таким образом, мы можем добиться той нашей идеи глобальной, которой мы хотим дойти до каждого субъекта хозяйства, чтобы каждый субъект хозяйства имел возможность получить общую информацию, практику рассмотрения дел в защите экономической конкуренции. В части монополистов. Монополисты есть везде и всегда. Мы от этого не денемся. Любые участники рынка жидочно-коммунальных услуг являются монополистами. Иные субъекты хозяйственные, которые занимают долю выше 35% на любых рынках. А это небольших населенных фунтов, аптеки, магазины, автоцепровочные инстанции. Они все имеют, как правило, больше 35%. И, соответственно, они все занимают монопольное доминирующее положение. В отношении их мы применяем свое законодательство и исследуем порядок формирования цены, поведения на рынке и проверяем на наличие в их действиях нарушения законодательства в защите экономической конкуренции. У нас есть самая такая больная тема. Это Севертранс, наш перевозчик, который является абсолютным монополистом. Причины как бы всем в принципе понятны, почему так получилось. Но ценовая политика, которую они распространяют, так сказать, на нас, на нас, на всех, все мы все равно имеем отношение, хоть иногда, к этим переездам из Южного в Одессу, ну, в общем, она такая практически непоколебимая. Наши представители власти южницкой недавно попытались что-то сделать, чтобы снизить стоимость проезда в Одессу с 25 гривен до 23 гривен, такая незначительная победа все-таки была с властью местной. Но вообще, в принципе, как вы видите, вот в таких вот маленьких городах, как Южный, решение этой проблемы. Вот что можно было бы сделать и что нужно делать южницам для того, чтобы сдвинуть эту глыбу, потому что это очень большая проблема. Законодатель на сегодняшний момент практически лишил государственные органы власти вопроса регулирования перевозки. И вопрос цены образования фактически отдан непосредственно перевозчику. На фоне комитета учитывает контроль процедуры, прописанной законом или договора. Поскольку законодатель дал право субъектам хозяйствования принимать решение о повышении тарифа, главная задача его обосновать, то на сегодняшний момент, с учетом этого произошло буквально недавно очередное изменение, мы ищем пути, каким образом влиять дальше на этот рынок для того, чтобы сдерживать тот же рост цен и осмотреть за соблюдение процедуры. И отсутствием, скажем так, признаков злоупотребления монопольной палаты в тарифе нас ограничивают и ограничивают путем того, чтобы все становится более самодотно. То есть мы не имеем той процедуры, которая нарушает. Поскольку вы на данный момент сказали о повышении цены, но не сказали, что нарушено. То есть в этом есть причина, поскольку, скорее всего, нарушений нет. И зачастую повышение цены, есть правоотношения, в которых фактически существует свободная цена. Если бы существовал бы уровень рентабельности или другие требования, которые существуют, мы бы их контролировать. Когда цена полностью свободна, мы можем рассматривать только такую категорию дел, как монопольно высокая цена. То есть сравнивать цены одного участника рынка, который действует в рамках территориальной границы, к примеру, города Южного, с ценами других участников, которые действуют в других схожих населенных пунктах, схожем населении. Если мы видим, что один участник ставит монопольно высокую цену, необоснованную, выше, чем другие участники в рамках других территориальных границ, мы можем рассматривать такие вопросы на рынке, там, где существуют свободные цены. Если бы были регулируемы, тогда было бы больше возможностей смотреть на те или иные процессы формирования, соблюдение порядка формирования цены, поскольку антимонопольный комитет не шляет контроль вопросов ценнообразования. Это не наша компетенция, это вопрос из культуры Министерства и экономики. Мы не шляем контроль за соблюдением порядка формирования цены. Если такого порядка нет, создаются сложности в осуществлении такого контроля. Хорошо, а если, например, говорить о более глобальных таких монополистах, как Одесса Болэнерго, которые предоставляют в качестве своего одного из подразделений Коминтерновского РЭС свои услуги, скажем так, да, они дают нам электричество, не дают возможности. Понятно, что на этом рынке очень сложно иметь каких-то конкурентов, потому что такие глобальные сферы. Но вот, например, влиять на какую-то их работу или что-то вообще в этом вопросе антимонопольный комитет может помочь? У нас вопрос общий. То есть вы сказали, скажем так, определенный набор слов, который никак не влияет. В чем нарушение, да? То есть смотрите, я вам это уже отвечаю. Субъекты хозяйственные, которые поставляют электричную энергию, априори являются монополистом с долей 100%, поскольку конкретному дому, конкретному объекту подходят сети одного поставщика. У нас в Одесской области всего, если сейчас не изменилась ситуация, три субъекта хозяйственные, которые имеют лицензию на поставку электричной энергии. И в любом случае они все занимают долю 100%, поскольку в конкретной территории населенного пункта подходят сети только одного участника. Вопрос опять же стоит соблюдение процедуры, прописанной законодательством или договором. То есть правила пользования электричной энергии, правила пользования электричной энергии на население, детально прописаны порядок действий в той или иной ситуации. Если монополист отступает, например, необоснованно включил, или отключил при наличии долгого, но не соблюдал процедуру уведомления об отключении, не выдал тех условий, выдал в тех условиях, включил условия необоснованно завышенные, иные действия, которые противоречивают договору и закону, это вызовоупотребление монопольной положения. И мы как раз и контролируем соблюдение этой процедуры. То есть если есть злоупотребление, то монопольный комитет реагирует, накладывает штрафные санкции. И самое важное, мы принимаем решение на перспективу, мы обязываем устранить нарушения, заключить договор, выдать их условия, выдать обоснованные условия и так далее. Поэтому мы работаем в этой сфере, эта подробная информация, возможно, облигаетесь в этой информации. Я прочту. Просто, как я понимаю, вы не работаете, вы не боретесь с монополистами, вы контролируете и регулируете их работу. Что вы понимаете по словам под вас монополист? Хорошо, пусть я буду обывателем. Я должна разобраться, как обычный человек, не разбирающийся в этих тонкостях. И мне нужно написать материал, в котором наши обычные читатели поймут, что это такое. Потому что априори уже сама формулировка антимонопольный комитет, она предполагает какое-то противостояние самому факту монополии. Понимаете, вот так в сознании обычного человека. Законодательство не определяет, что монополия – это нарушение. Монополия – это предусмотренное законом, скажем так, часть и доля рынка конкретного субъекта хозяйства. Если в городе Южного будет 10 поставщиков электрической энергии, то, скорее всего, все 10 субъектов хозяйствования, которые будут поставлять электрическую энергию, будут иметь долю на рынке в 100%. Поскольку по каждой улице будут проходить сети одного поставщика. Если будет, например, 10 поставщиков воды, то по конкретной улице будут проходить сети одного поставщика, по другу и другому. И в каждый дом будет заходить одна труба. Не будет в один дом... Понятно. То есть они все будут монополистами для конкретной территории. Не будет такого, что вы все в квартире можете открыть кран одного поставщика или кран другого поставщика, или вставить в розетку телевизор одного поставщика электрической энергии, а в другую ставить в розетку другого. У вас не будет выбора. Они все будут занимать долю 100%. То есть они на которые всегда сужаются. Что такое территориальные границы, которые мы определяем при определении монопольного положения? Это границы, за пределами которой потребителю невыгодно приобретать тот или иной товар, работ и услуг. То есть если вы хотите купить себе машину Порш, вы поедете за ним во Львов, если там есть приемлемая цена. Территориальные границы расширяются до всей Украины. Если вы себе хотите арендовать холодильник и вы торгуете на базаре, то территориальные границы будут непосредственно на этот базар, поскольку вам не выгодно в соседнем городе хранить мясо, которым вы торгуете на базаре. Если говорится о коммунальных услугах, то мы ограничимся сетью конкретного субъекта хозяйственного, поскольку в каждой дом выходит сетью только одного поставщика услуг. Соответственно, монополия – это не нарушение. Нарушение злоупотребления монопольного положения. И поэтому надо это четко определить. Мы не боремся с монополистом. Мы боремся со злоупотреблением на рынке. Вопрос недопущения монополий, вопрос лежит в плоскости, в большинстве случаев, центрального аппарата в части выдачи дозула на концентрацию при приобретении субъекта. Хозяйственного, который действует на одном рынке, хочет приобрести какие-то активы, которые могут расширить его должное на конкретном рынке. То есть это есть такая компетенция, есть такая функция и полномочия. Но мы на сегодняшнем уровне, территориальные отделения, говорим о том, что наша задача не допускать злоупотребления монопольного положения. То есть, и опять же, рынки жилищно-коммунальных услуг всегда в большинстве случаев доля на рынке 100%. Хоть у вас в городе будет 20 поставщиков конкретных услуг. Хорошо. Если можно, сам механизм объяснить, как будет действовать. К примеру, меня не устраивает питание в школе. Ну, к примеру, в детском саду. Я знаю, что у нас есть один кабинет детского питания в Южном, который занимается этим вопросом. Делает, на мой взгляд, свою работу, мягко говоря, с грубыми нарушениями, некачественно. Мне интересен механизм вашей работы сам. Вот что делать мне? Подробнее сглажено на газете. То есть вопрос, давайте рассматривать полномочия монопольной нарушение законодательства защиты экономических конкурентов. То есть, если ребенку дали монопольный положение, то в данном случае надо доказать, что он не того качества и рассматривать этот вопрос, скорее всего, все-таки в вопросах других государственных вложений. Поскольку здесь не будет злоупотребление монопольной положения, согласованные действия, не добросовестная конкуренция. То есть, если подпадает действие субъектно-хозяйственного по одной из четырех категорий дел, которые изложены на газете, мы можем применять.